Что будет с рублем? Куда, до каких вершин поднимется доллар? Менять ли сейчас срочно все те рубли, которые есть на доллары или на евро? Или может быть срочно идти в недвижимость? Что делать? Вот таких вопросов в последнее время я получаю очень большое количество и решил в этом видео высказать свою позицию по этому вопросу. Как действую я? При этом сразу предупреждаю, что это мой подход. И здесь не будет точных прогнозов, которые гарантированно сбудутся. Знаете, вот недавно был у меня комментарий, человек написал, да вот как можно вам доверять, вы даже точно доллар не можете предсказать нормально. Ну, если бы я мог точно предсказать доллар, то, наверное, я был бы крайне бесценным человеком во многих банках. Но ситуация следующая. Надо понимать, что мы оперируем некой вероятностью. События, которые происходят на нефтяном рынке, они никак от нас не зависят. От того, как договорятся, не договорятся правительства, как будет распространяться вирус и так далее. Поскольку это не в наших руках, мы не знаем, как кто себя поведет, то мы можем только оперировать тенденциями, которые, однако, в любой момент могут измениться. Тем не менее, я понимаю, что все-таки нужна какая-то точка опоры, поэтому я расскажу свою позицию. Но принимать решение вам, ответственность на вас и на меня в этом плане не надо обижаться, если вдруг реальность ваша не совпадет с моей. Итак, поехали. Поговорим про доллар, про рубль, про евро в некоторой степени и вкратце по недвижимости. Первое, что надо понимать, давайте такой небольшой анализ, чтобы было понимание вообще, как это работает. Как, что, на что завязано, от чего зависит курс рубля, курс доллара и так далее. Рубль завязан на нефть, прежде всего. Потому что подавляющее большинство доходов страны это нефтегазовые доходы. Соответственно, чем больше страна продает нефти по дорогим ценам, тем больше она получает доходов в виде налогов различного рода. Это налоги, прежде всего, НДПИ, налог на добычу природных ископаемых, налог на прибыль организации, НДС, ну и некоторые другие. Был вопрос в комментариях, а почему все так завязаны на доллар? Почему, собственно, доллар, а не рубль? Почему бы не начать, как Америка, печатать рубли, допустим, вовсю? А проблема в том, что рубль особо никому не нужен вне России. И это большая проблема. Доллар нужен. Доллар – мировая валюта на сегодняшний день. Это можно говорить, что это несправедливо, что Америка всех имеет таким образом, и она действительно имеет, потому что они печатают доллары, и за эти доллары они их виртуально напечатали, а скупили реальные блага. Но таковы сегодня правила игры. Так установился, по крайней мере, на данный момент мир, что большинство транзакций в мире происходит в валюте. И в валюте именно в долларах. То есть, когда разные страны и корпорации друг с другом как-то что-то покупают, то в основном транзакции идут в долларах. По крайней мере, на фоне всего, но все остальные валюты в этом плане очень сильно проигрывают. И как только идут проблемы, которые мы видим сейчас в мире, все начинают первым делом перекладываться в доллар, потому что остальное непонятно, как себя поведет. Но все знают, что так или иначе, все основные транзакции завязаны на доллар, поэтому с долларом как-нибудь что-то мы, по крайней мере, сможем купить. За остальную валюту непонятно. Но это так, очень упрощенно. То есть, на доллары есть спрос. На рубли спроса вне России нету. То есть, они вне России никому особо не нужны. Доллару нужен. Это вот почему доллар сегодня такая более существенно, более ценная валюта. Что влияет на цены на них? То есть, рубль завязан на нефть. Поскольку основное, что экспортирует страна во внешний мир, то есть, что у России покупают, прежде всего полезные ископаемые, основное это нефтегаз. И, ну, в меньшей степени уже металлы там и что-то еще. В первую очередь, то есть, готовой продукции мы производим крайне мало, к сожалению. Ну, есть, конечно, что-то. Есть какая-то военная промышленность. Некоторая продукция у нас более-менее. Есть отдельные оазисы типа антивирус Касперского, который тоже производит достойную продукцию на мировую арену. Но это очень точечно, в очень небольшой степени. Поэтому рубль прежде всего завязан на основной экспортируемый продукт, на нефть и газ. А это цены на нефть. Теперь давайте попробуем разобраться, а что влияет на цены на нефть. С одной стороны, это предложение нефти. Наверное, если вы хоть чуть-чуть изучали где-то экономику, базис это понятие спроса и предложения. То есть, спрос это сколько люди, ну, или компании, или государства хотят купить этой продукции. Предложение это сколько ее могут произвести. И вот баланс между тем, сколько ее можно произвести и сколько хотят купить, определяет в итоге некую цену, за которую реально это готовы покупать. Так вот, что влияет на предложение? На предложение влияет прежде всего объем, который будут добывать основные игроки на этом рынке. Основные игроки это Россия, это страны ОПЕК, прежде всего это вот страны Аравийского полуострова Востока, а и Саудовская Аравия, Кувейт, ну и так далее, вот вокруг все арабские страны. Где много нефти. Арабские Эмираты в том числе. И они определяют квоты. То есть, ОПЕК это ассоциация производителей и экспортеров нефти. И они выставляют квоты. Раньше было так, по крайней мере. То есть, что мы будем добывать вот столько и не больше. Зачем? Чтобы не обрушать рынок. ОПЕК плюс Россия, плюс Америка, которая тоже сейчас активно добывает сланцевую нефть, плюс некоторые другие страны. И они стараются договариваться, чтобы не добывать больше того, что начнет обрушать рынок. Проблема в том, что сейчас договориться не смогли. И сейчас каждый игрок, вот начиная как раз с апреля, будет играть по своим правилам. То есть, старые правила перестанут действовать. Старые квоты. И теперь, кто сколько хочет, тот столько и будет добывать, грубо говоря. И здесь опасность нефтяных войн, ну что мы, собственно, и видим. Что некоторые страны решают, что так, мы сейчас установим самую низкую цену, мы-то продержимся, а вот они не продержатся. Они сдохнут, закроются, и тогда мы будем победителями, молодцами. И вот идет такая война на истощение. Арабы предлагают еще более дешевую нефть. То есть, кто-то, еще какой-то игрок тоже решает, еще более низкую поставить. Идет ценовая война. И нефть, то есть, предложение начинает расти. То есть, начинают предлагать по более низким ценам все больше и больше. И в надежде на то, что кто-то вылетит с рынка. Теперь, с другой стороны, что влияет на спрос на нефть? Это, с одной стороны, самый существенный, конечно, сейчас фактор. Это распространение коронавируса. Который, на что он влияет? Он влияет на то, что люди начинают гораздо меньше использовать нефти. Гораздо меньше, ну самолеты почти не летают сейчас. Тоже мне в комментарии кто-то написал. Да нет, что ты врешь? Я видел, тут самолет прилетал у меня над окном. Один самолет, это не сотня самолетов. То есть, количество авиарейсов очень резко сократилось. Вот Россия сейчас закрыла границы. Большинство других стран тоже закрыли. Авиасообщения практически прекратились. По крайней мере, туристические авиасообщения. Конечно, там как-то дипломаты летают, военные летают, еще кто-то. Но это намного меньше, чем в обычной стандартной жизни, как было, допустим, месяц назад еще у нас. Тем более, грядет летний сезон. В летний сезон обычно, естественно, там отпуска. Гораздо больше все люди ездят куда-то, летают. И спрос на нефть должен был бы расти. Но сейчас этого не происходит. На машинах, естественно, карантины. На машинах гораздо меньше ездит. То есть, это влияет на то, что спрос на нефть резко падает. Она не нужна в таком объеме, на который рассчитаны производства большинства нефтяных компаний. То есть, они не рассчитывали, что будет вот такая вот глубокая проблема с вирусом. Это приводит к следующей проблеме. Запасы нефти в нефтехранилищах. Они ограничены. То есть, нефтехранилища сейчас построено относительно немного. То есть, их построено объемом примерно на максимум месяц. То есть, через неделю, если вдруг внезапно остановится спрос, то в России заполнится за неделю все нефтехранилища. И дальше встает вопрос, что с этим делать. То есть, остановить... Вроде бы кто-то скажет, ну давайте просто остановим добычу и все. И будет у нас все хорошо. К сожалению, просто остановить добычу нефти в большинстве случаев крайне сложно. Вернее, даже не то, что сложно. Все можно остановить. Но заткнуть скважину, это стоит очень-очень дорого. То есть, законсервировать скважину, а потом расконсервировать. То есть, сейчас предложение растет. Нефтяные страны не могут друг с другом договориться о сокращении добычи. А при этом спрос падает, да еще и место в хранилищах падает. И на это еще накладывается паника и ожидание. То есть, помимо самого спроса и предложения, есть еще паника, которая влияет на ожидание рынка от того, а как будет дальше развиваться событие. Поскольку в новостях, если не дай бог вы включите обычный телевизор, какой-нибудь канал государственный, то там вам нон-стопом будут про коронавирус нагнетать, как все ужасно. И если вы день посидите так, у вас будет в голове мысли, что все, зомби-апокалипсис вот прямо у меня за окном. И это будет вечно теперь. Для чего это делается? Отдельный вопрос, сейчас не будем в это вдаваться. Но, надо понимать, что это очень сильно влияет и вот на ожидания на рынках. На мой взгляд, конечно, пройдет время, все, ну, нормально все закончится. Закончится вирус, снимут карантины, начнут опять все соскучившись путешествовать, ездить и так далее. И цены, соответственно, на нефть тоже пойдут вверх. Но это произойдет через некоторое время, через какое непонятно, сколько будет все это держаться. Что в России? В России сейчас Центробанк активно продает валюту, видимо, для закрытия каких-то своих задач, которые сейчас, естественно, государству нужны деньги. И вот оно меняет доллары по хорошему курсу сейчас. Вопрос, то есть Центробанк начинает продавать много валюты. И, получается, увеличивает предложение валюты на внутреннем рынке и тем самым поддерживает курс. То есть на внутреннем рынке России сейчас валюты много относительно, потому что Центробанк ее вливает в рынок. И ее много. Но, а когда он перестанет это делать, когда он решит свои задачи и перестанет вливать, то валюты резко станет мало. Соответственно, предложение доллара на российском рынке сократится. Если так, то это то, что будет давить на рубль, чтобы он еще ниже упал. Ну, соответственно, доллар взлетел. Второй момент, это опасение, что в свете вот всех событий, которые у нас происходят, в том числе поправок, которые вносятся сейчас, предложения, которые вносятся о дополнительном налогообложении денег, утекающих за рубеж, есть опасение у многих крупных игроков, то, что ограничат отток капитала из России. Что скажут, так, все, теперь доллары из России вывозить нельзя, и все. И, ну, или нельзя свыше какого-то объема. И это будет сразу еще одним очень сильным ударом по рублю, потому что доверие к нему и так очень низкое, к рублю. Оно свалится совсем до низких величин. Все те иностранные игроки, либо, скажем так, квази-иностранные, то есть те, кто российские, но вывели деньги за рубеж, они, ну, понимая, что в России с рублем все очень тоскливо, так или иначе будут пытаться выводить валюту за рубеж, что еще больше будет уменьшать предложение доллара в стране. То есть долларов в России, поскольку мы сами-то доллары не выпускаем, их выпускает, это продукция Соединенных Штатов Америки. И чем меньше их становится в стране, тем большей ценностью они обладают. Итого, мои действия. Повторюсь, это не конкретная рекомендация для вас. Вы решайте сами. Ваша ответственность. Я мою логику объясняю. Сейчас США выпускает много долларов. Это с другой стороны. Это давление на доллар. Что они выпускают, вот в данный момент объявили уже о том, что выпускают, напечатают, ну, виртуально, конечно, физически сейчас, физическая масса, она составляет очень небольшую часть от виртуальной массы денег. Ну, то есть виртуально выпустят около двух триллионов долларов. Что такое два триллиона долларов? Для сравнения, весь ВВП России в 2019 году что-то типа 1,6 с чем-то триллионов долларов. ВВП это что такое? Ну, это совокупно все, что произвела страна за год. То есть Россия за весь год производит на 1,6 триллиона. А Америка выпустила денег, ну, соответственно, можно было все, что в России произведено за год, разом купить на то, что они напечатали за буквально одну неделю. То есть это, с одной стороны, давление на доллар, и поэтому, на мой взгляд, имеет смысл дополнительно еще иметь евро для надежности. Наиболее вероятно по курсу в текущей ситуации, в текущей ситуации, если не будет никаких резких изменений, которые, несомненно, на мой взгляд, будут. В текущей ситуации, это текущий курс примерно, ну, что-то типа доллара, там, в районе 78-80. Но это без потрясений, которые, исходя из последних недель, скорее всего, будут потрясения, будут сильные. То есть, с точки зрения спекуляций, я бы не ставил себе задачу и надежду, что вот я сейчас рубль куплю, доллара, а через три недели продам по обалденно крутому курсу. Я бы на это не делал ставку. Вы не профессиональный игрок. Очень вряд ли у вас это получится сделать. Может быть, конечно, повезет. Но, может, и не повезет. И, с другой стороны, обменяйте вы обратно доллары на рубли. Что с рублями будете делать? Теперь, долгосрочно. Долгосрочно, на мой взгляд, конечно, валюта в виде долларов и евро гораздо более надежна, чем рубль. Конечно, конечно, когда закончатся проблемы с... Мы увидим четко, что все, вроде бы вирус везде сходит на нет. Открываются границы, жизнь нормализуется. В этот момент попрут... Ну и особенно, если еще договорятся игроки нефтяные. ОПЕК, Россия, США. Скорее всего, тоже рано или поздно договорятся. В этот момент будет понятно, что да, все, жизнь нормализуется. Сейчас спрос на нефть попрет вверх. Нефтяные игроки договорились. Цены на нефть поднимутся. Рубль укрепится. Соответственно, тогда доллар упадет. Но до этого момента... Когда это будет непонятно... До этого момента я бы особую ставку на рубль не делал. Опасность очень велика. С учетом того, что у нас очень много продукции все равно импортной. В России мало что производится из товаров повседневного спроса, к сожалению. И я бы делал следующее. Примерно такая универсальная стратегия. Треть рублей, треть доллара, треть евро. Примерно так. Почему? Ну, потому что мы не знаем точно, как что попрет. Конечно, если бы точно знать, что завтра доллар скаканет. И будет там 90, конкретно завтра. Тогда надо все бросать, покупать доллары. Но мы этого не знаем. Исходя из того, что ситуация неопределенности очень высока, лучше иметь что-то вот такое среднее. Это моя логика. Ваша может быть иной. Теперь пара слов о недвижимости. Большинство людей сейчас ломанулось срочно снимать деньги с депозитов. И куда-то перекладываться в основном как раз в недвижимость. То есть сейчас самое худшее время для покупки недвижимости. Почему? Потому что там безумный ажиотаж. Все ломанулись в недвижимость перекладываться хоть куда-то. Закончится это через, на мой взгляд, через несколько месяцев. То есть если вы хотите что-то покупать в недвижимости для себя или для инвестиций, я бы сейчас не торопился, повторюсь, нет худшего времени, на мой взгляд, чем сейчас, чем вкладываться в недвижимость. Это мой анализ ситуации. Напишите, пожалуйста, насколько для вас, вот вы считаете это разумным. Как вы относитесь, какие у вас ожидания по курсу рубль-доллар, сколько будет стоить доллар, насколько вы перекладываетесь в валюты. Я в основном скупал доллары до 75 рублей. После 75 уже не покупал. Подробнее, кому актуально. Я буквально два дня назад проводил семинар в онлайн формате в виде видеозаписи антикризис 2020 в рамках курса инвес-система. И там в течение нескольких часов очень детально разбирал ситуацию по валютам, по тому, что будет с недвижимостью, когда, как, какую покупать, как ведут себя другие инвестиционные инструменты, где наоборот идет, несмотря на общее падение, где идет рост и где перспективы есть хорошие, как действовать, как действовать не надо и так далее. Несколько часов разбирали. Если реально актуально и хотите глубже погрузиться, пожалуйста, посмотрите. Курс весьма недорогой и, в принципе, любому доступен человеку. Хотя бы модуль антикризис. Сейчас вы можете приобрести видеозаписи в личном кабинете, вам все откроем. Ну вот, такие мои мысли по тому, что касается доллара и евро, по рублю. Держать все в рублях, на мой взгляд, конечно, опасно. Здесь надо быть очень аккуратным. Конечно, рубль может укрепиться и, скорее всего, на длинном горизонте укрепиться. Но через, когда это произойдет, вряд ли в ближайшее время, по крайней мере, пока не сойдет лавина вот этого вируса. Что касается курса антикризис, ниже под видео ссылочка можете зайти, изучить детали и посмотреть, послушать все то, что я там рассказывал. Много часов, если вот этот промежуток вам показался интересным, то там будет, наверное, раз в 10 больше. Удачи, успехов! С вами был Николай Мрачковский. Спасибо. 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 Спасибо.